Дарова всем ребята, меня зовут КентопК и прямо сегодня вы увидите очень необычное видео на моем канале. Я вас прошу только об одном, за этот контент, за это крутое видео поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня вы увидите как ТикТак мне задонатил 1 миллион рублей. Но ребятки, кое-что пошло не по плану. Ну а сейчас давайте посмотрим как же все это происходило. К вашему вниманию представляю новый уникальный проект под названием JJ Standoff. Только тут самые выгодные кейсы по самым дешевым ценам. Я рекомендую именно этот проект и открываю кейсы именно на нем. Также тут есть бесплатный барабан, совершенно бесплатно. По моему промокоду ты получаешь еще один бесплатный барабан. Помимо всего этого тут есть очень выгодные контракты и апгрейты. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод KEN25 при пополнении и получай 25% на свой баланс обратно. Ну что же, а мы продолжаем. Ну а теперь давайте переместимся на один день назад и посмотрим сам стрим. Сань, ты что там пьян? Пишет, ну ты готов? Я просто в шоке. Не, Сань, ну ты рофлишь. Ты рофлишь 10 козырей. Блин, Сань, я не знаю, что я должен теперь сделать за это. Я не знаю, я теперь должен быть твоим личным рабом. ЧИГО? Я всегда хотел это сделать, знаю, что рви футболки. В смысле? На 50к рвать 10 футболок? Блин, я в шоке, Сань, спасибо тебе большое. Сейчас, пацан, по футболке иду. Надеваю футболочку, короче, вот это моя футболочка для тренировок. У меня вообще, честно говоря, футболок реально мало. Вот я врать не буду, у меня футболок капец как мало. Но ради такого дела, пацаны, надеваю футболку. Поехали! Минус футболка. Нежняк. Минус футболка. Хэштег. Минус футболка. Поехали дальше. Это, блин. Какая-то тяжёлая, качественная, тяжёлая футболка. Качественная. В смысле, ты меня закинул? Ты мне закинул? Ещё столько старей? Сань, ну ты дрожишь с головой? Ты пьян? Не, я отвечаю, он пьян. Он пьян. Надо ему в личико написать, подождите. Он пьян. Он пьян. 210 тысяч? Конечно, вы сейчас скажете, Кент, а пока это всё голимая постанова, тебе весь чат писал, что это фейк-донаты. Да, ребята, я видел сообщение в чате, вы все писали, что это фейк-донаты. Но есть одно небольшое но. То, что я не мог поверить в то, что это могут быть фейк-донаты, по причине того, что от моего аккаунта никто не знает пароль. Даже моя девушка, которая живёт вместе со мной, даже она не знает пароль от моего компа. Никто не мог войти в мой аккаунт, кроме меня. Я был в этом уверен. Давай, Таня, чтобы ты отработал на все 100%. Да ну, Саня! Да ты охренел! Спасибо большое. Я отдаю тебе... Не, я всё понимаю, но это уже полная хрень. Я всё понимаю! Подождите. Не, миллион... Ты мне миллион рублей сдонатил. Далее я понимаю, что это какая-то хрень, и решил набрать Саню лично. Я говорю ребятам, передаю огромное спасибо за всё, и... Братик, потрать деньги с умом. Да с каким умом, чувак? Ты жутишь? Ты меня на рублей сдонатил? Алло, ты тут? Просто... Чувак, ну, просто я хочу сказать, что ты был... мне очень хорошим другом. Мне очень приятно было с тобой общаться. И... Я очень рад, что у меня такая хорошая аудитория. Аудитория? Ты пьян? Серьёзно, ты под чем-то? Ну, так честно скажи. Нечего. Что произошло, слышишь? Зная Тиктака, он миллион рублей мог сдонатить только или под чем-то, или по Рофлу. Ну, вроде бы стирального порошка у него нету, значит, первый вариант отпадает. Второй вариант по Рофлу. Окей. Тогда у меня вопрос, как он мог узнать данные от моего аккаунта? Ну, а сейчас вы это увидите. Я ему ещё лысого отправлю. Сейчас, подождите. Подождите. Слышь, чувак, во-первых, откуда у тебя мой донейшн? Во-вторых, я из-за тебя порвал две футболки. Когда приезжаешь в гости, не забывай в ноуте выходить со своего донейшн Алерса. Всем привет, всем... Подождите. Следующий раз, когда приезжаешь в гости, не забывай в ноуте выходить со своего донейшн Алерса. Всем привет, всем добряки. А-а-а, подождите. Твою мать, я понял. Короче, рассказываю. Хна. Блин, ну нахрен я футболки порвал? Я так радовался. Блин, фу, так обидно теперь. Я понял. Короче, когда я приезжал к Тиктаку, я же, типа, был у него в комнате. Он мне давал свой ноут. Чтоб я за этим ноутом сидел, работал и монтировал видео. Помните, влог «Встреча с Тиктаком в реальной жизни»? Я же монтировал, по сути, за его ноутом. И получается, он зашёл в этот ноут, там был мой ютуб аккаунт, и задонатил мне фейковые донаты. Какой я лох! Чувак, я, чтобы ещё раз приехал к тебе и не вышел с ноута, да никогда в жизни. Это просто габелла. Развёл меня как ребёнка, это пранк. Я просто в шоке с этого. Пацаны, я стал беднее на 1 миллион. Это габелла. Мои мысли в голове. Так, иду завтра в салон Мерседеса, говорю, мне дайте, пожалуйста, новую цешку. Это габелла. Чувак, какой же ты фрик? Ну, я тебя люблю, знай это. В общем, ребятки, вы поняли, что произошло. Это был пранк от Тиктака. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и напишите любой хороший, позитивный комментарий. С вами был ваш Кент Аптека. Всем удачи и всем пока!